Здравствуйте! Специальное интервью на Одинцовском телевидении. Сегодня мы задаем вопросы Евгении Алексеевне Роншиной, начальнику отдела по работе с личным составом, помощнику начальника Межмуниципального управления ВД России Одинцовская. На эту должность Евгения Алексеевна заступила не так давно, поэтому мой первый вопрос о впечатлениях от подразделения, от его сотрудников и, собственно, от нашего Одинцовского городского округа. Итак, вступительное слово. Как вас встретил Одинцовский городской округ и какие ваши первые впечатления? Потому что говорят, что не бывает второго шанса произвести первое впечатление. О первом впечатлении. Для меня переход из Москвы. Решение было принято не сразу, потому что Москва – это город, столица наша, где мы должны показывать все самое лучшее, самое-самое, первое, передовое. И Московская область меня, и конкретно Одинцовский район, очень приятно удивил. Жители, сотрудники – все располагают только положительными моментами. Встретили меня по-доброму. Расскажите немножко о себе, как долго вы служите в органах внутренних дел, и сразу ли это была кадровая работа, или какой-то был путь из других подразделений, из других служб? Службу в органах внутренних дел начала я с 2003 года. Начинала я в полку патрульно-постовой службы, где в деятельность ходила охрана общественного порядка. Там же, в этом подразделении, я уже пошла на ступень выше, и буквально через полтора года была назначена на заместителя командира роты по кадровой воспитательной работе. До сегодняшнего дня кадры остаются всегда со мной. Ни один день не проходил, чтобы я пожалела о данном своем выборе. Вообще патрульно-постовая служба – это достаточно серьезное направление в деятельности правоохранительных органов. И, можно сказать, такая хорошая школа, хорошая подготовка для прохождения дальнейшей службы. Все практические сотрудники, основная масса сотрудников начинают с патрульно-постовой службы. И основные… Кузница кадров. Кузница кадров, да. И многие генералы, которые сегодняшние и были, они именно начинали с патрульно-постовой службы. Ну, я уверен, что генеральские звезды – это никогда не запретная тема, так сказать. Это всегда, да, и до них можно дослужиться, и нужно к этому стремиться. А что касается приоритетных направлений в работе, в вашей деятельности, вот вы прибыли к новому месту службы, вы осмотрелись, увидели людей и приняли какие-то решения, в каком направлении ваша работа будет в первую очередь развиваться, двигаться? Ну, конечно же, основные приоритеты работы в деятельности моей – это, конечно же, повышение уровня укомплектованности кадров. Ну, конкретно уже управление Одинцовское. И создание всех условий для сотрудников, чтобы они могли нести свою служебную деятельность на высоком профессиональном уровне. Если говорить о некомплекте, существует ли он сейчас, он рабочий или он оказывает влияние на деятельность подразделения? Конечно же, любой некомплект он оказывает. Но на сегодняшний день он рабочий некомплект. Мы делаем все возможное, чтобы эту ситуацию изменить в лучшую сторону. Ну и надеюсь, что желающие, кто хочет принести пользу гражданам, мы и приглашаем к нам для несения службы в органы внутренних дел управления Одинцовское. Евгения Алексеевна, вообще достаточно большое подразделение, что там греха таить, по меркам Московской области, тысячи человек, плюс-минус. И это, конечно, люди разные, и службы разные. Это и территориальные подразделения, это и подразделения внутри самого управления. Вот какие требования предъявляются к сотрудникам органов внутренних дел, на Ваш взгляд? Понятно, что, скажем, к сотруднику ППС и к участковому требования все-таки различаются, да но есть какие-то базовые. Скажу так, для всех сотрудников высокие требования отбора для службы в органах внутренних дел. До начала службы все кандидаты проходят психологическое обследование, и по результатам которого уже психолог выносит свое решение о степени пригодности к службе в той или иной должности. Также проходит военно-врачебную комиссию сотрудники, где тоже врачами определяется степень годности. Ведь каждая должность подразумевает в себе степень ограничения по здоровью. Если в патрульно-постовую службу, то там граждане должны быть, ну, скажем так, практически здоровы, да, по первой группе здоровья. Если другие службы рассматривать, то есть у нас и вторая группа здоровья, и третья группа здоровья. То есть здесь мы можем предложить гражданам выбор, но обращается на то внимание, что должны соблюдаться квалифационные требования, то есть образование. Значит, если это офицерские должности, конечно же, приоритетом высшее юридическое образование. Вот мы подошли как раз к вопросу образования. К поступающим в высшее учебное заведение системы МВД. Это в высшей степени вообще-то интересный момент для всех выпускников, для тех, кто собирается как-то определяться с получением дальнейшего образования. Вузы системы МВД это действительно замечательный выбор во многом. И вот к ним какие требования, чтобы можно было сказать о тех ребятах, которые сейчас, например, собираются будут обучаться в 11 классе, и затем уже как-то определяться с дальнейшей судьбой, с дальнейшим обучением. Конечно же, подготовка кадров уже начинается. Мы работаем со школьниками, уже с 10-11 классами. Мы информируем учащихся о возможности поступления в высшее учебное заведение. Это Московский университет МВД России имени Владимира Яковлевича Кикетти. Или же колледж полиции, юридический колледж, где они могут получить высшее и среднепрофессиональное образование. Уже поступая туда, в эти вузы, при зачислении они становятся курсантами. И уже на них распространяются все социальные гарантии, как на сотрудника полиции. Что хочу отметить, что уже и стаж службы идет вот именно зачисление в данный вуз. Поэтому это очень интересная профессия, очень обучение качественное. И после окончания вуза они уже распределяются для дальнейшего несения службы в органы внутренних дел. Им уже не нужно искать работу, куда они пойдут работать. Они будут 100% трудоустроены. А что касается требований к ним, есть ли какие-то жесткие ограничения или попробовать себя в этом деле может каждый? Конечно же требования есть. Они же в дальнейшем будут сотрудники полиции. Также они будут проходить военно-врачебную комиссию. И конечно же первый отбор это по результатам ЕГЭ. Поэтому подготовка к ЕГЭ должна быть у данных кандидатов в поступление в данный вуз на высоком уровне. В дальнейшем обязательно они будут сдавать физическую подготовку. И уже по общим суммарным баллам они будут зачисляться. Что касается, вот еще раз вернусь к этому моменту, ваш переход в подразделение в управление Одинцовское внутренних дел. Наверняка перед тем, как принять предложение поступившее, вы посмотрели, что из себя это подразделение представляет и так далее. Вот какие у вас были ощущения, как смотрится наше управление на уровне других подразделений Московской области и соответственно на уровне аналогичных единиц в Москве. Понятно, что несколько разные весовые категории. Но тем не менее мы привыкли к тому, что вы об этом сказали, что все лучшее это отдается Москве. Что касается врачей, что касается учителей и что там грехота и сотрудников правоохранительных органов. Тем не менее, вот подразделение наше, Одинцовское управление, какое на вас произвело впечатление и как вы себе представляли его? Ожидания вообще оправдались? Конечно, Одинцово очень большой район по территориальности. Практически все подразделения полиции я уже познакомилась с ними. И мое впечатление, также повторюсь, только положительное. Здесь, скажу так, как-то и сотрудники, и граждане более человечны, добродушны, открыты к диалогу. Москва все-таки, она город интенсивный. Все спешат и на личное общение уже не остается практически времени. Ну и Евгения Алексеевна, мы все знаем, что сейчас ведется большая работа и она всегда велась по созданию положительного имиджа сотрудников правоохранительных органов. Мало того, чтобы сотрудник правоохранительных органов сам по себе был положительным человеком, еще надо и поддерживать это мнение у людей. И не секрет, что не всегда население относится, скажем так, к сотрудникам полиции в силу тех или иных причин доброжелательной. Бывает, приходится сталкиваться и с негативом. Понятно, что это вызывает ответную какую-то реакцию сотрудников правоохранительных органов. Вот здесь, что касается стрессоустойчивости, как, наверное, одного тоже из базовых качеств, необходимых сотруднику полиции. Ну, все сотрудники у нас проходят психологическую подготовку к различным действиям при чрезвычайных происшествиях, а также в условиях провокционного поведения граждан. То есть, они обучаются правильному ведению переговоров с данными гражданами. То есть, в принципе, работа по выработке определенной стрессоустойчивости, она ведется? Естественно, ежедневно. И хотелось бы, чтобы вы еще высказали несколько пожеланий как к сотрудникам полиции, так и к гражданам нашего Одинцовского городского округа. Что бы вы хотели им сейчас, вот при первом таком приближении, при первом знакомстве сказать? Ну, сотрудникам я хочу пожелать, чтобы они были в первую очередь профессионалами своего дела. Гражданам Одинцовского района, конечно же, здоровьем. Если человек здоров, то он счастлив. Благополучие, взаимопонимание. Ну что ж, спасибо огромное, Евгения Алексеевна. Я надеюсь, что мы в ближайшее время еще раз побываем и с вами пообщаемся, потому что впереди и Дни открытых дверей, и масса других интересных мероприятий. Я думаю, что вы будете нас на них приглашать, а мы их будем в свою очередь освещать. Спасибо за приглашение. Спасибо огромное. Я напоминаю, что вы смотрели специальное интервью на Одинцовском телевидении. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ.